С начала года Воронежское управление ФАС выиграло в суде целый ряд дел о нарушении крупными компаниями антимонопольного законодательства. Одно из последних касалось концерна созвездия и проведения торгов на поставку оборудования. Какие можно подвести судебные итоги на сегодняшний день? Вы знаете, первая и вторая инстанции рассмотрела дела, оспаривались наши решения и предписания. И надо отдать должное, что судебные инстанции очень детально вникли в суть нарушений и поддержали те решения, которые мы принимали. Но самое интересное, в отношении крупных компаний могу сказать, что сделаны определенные выводы. Меньше стало жалоб на эти компании, меньше стало нарушений у этих компаний. Видимо, та работа, которая проводилась, она как раз и была тем уроком. Извлекли урок для себя, поправили свое положение о закупочной политике, и компании действительно начали более профессионально относиться к проводимым тендерам. Вы знаете, мы ежедневно рассматриваем до 10, а иногда и больше, дел о нарушении законодательства о контрактной системе. О нарушении антимонопольного законодательства. Потому что, когда нарушается статья 17.1, как раз антимонопольное законодательство, на торгах создают определенные препятствия, трудности, условия прописывают. Это как раз все происходит в рамках антимонопольного законодательства. Но я хочу сказать, что работы прибавилось. Мы только за 10 дней включили в реестр недобросовестных поставщиков 8 хозяйствующих субъектов. Я уже не говорю о ресурсоснабжающих организациях. На них поступают регулярные жалобы по нашему законодательству. Мы направляем предупреждения. И отрадно отметить, что эти предупреждения исполняются. Перед нами отчитываются. Это, конечно, большой плюс для нас и для субъектов. Исключаются различные судебные разбирательства. И самое главное для субъектов, на них не налагается административная ответственность в виде оборотных штрафов. Вот такая упрощенная процедура. Она и заложена в четвертом антимонопольном пакете. Распространять форму предупреждений и на органы власти, и местном самоуправлении. И бороться с недобросовестной конкуренцией. Владимир Васильевич, еще одна компания стала фигурантом разбирательства. Это СИП-строй. Расскажите, как все было? Действительно, три компании участвовали в сговоре на торгах. Одна из них Красноярская СИП-строй, которая вышла победителем по результату этих торгов. Играли компании на понижение. И потом выяснилось, что они не могут претендовать на заключение контракта. И практически СИП-строй заключила договор по строительству Борисоглебского суда по максимальной цене. Мы признали это сговором. И арбитражный суд поддержал нашу позицию, что действительно на торгах произошел сговор компаний. Для того, чтобы игроки вышли из игры, а планируемый победитель заключил контракт. К сожалению, это не единичные служащие. У нас сейчас расследуются антимонопольные дела и по Каширскому району. Когда игроки участвовали вот таким образом на понижение. Это определенная схема, которая применяется в Российской Федерации. И я надеюсь, что доказательная база будет собрана. И мы пресечем те нарушения, потому что оборотный штраф на три компании мы наложили очень значительный. 74 миллиона. Все понимают реально, что за такую игру можно и оказаться в реестре недобросовестных поставщиков. И поплатиться очень крупным рублем в виде оборотного штрафа. Вот такой оборотный штраф мы наложили на эти компании. Я думаю, что мы завершим в ближайший месяц антимонопольные расследования. И нарушителей привлечем к ответственности. Еще один нарушитель тоже касается Борисоглебского района. Это Борисоглебская энергосботовая компания. Какой штраф получит компания? Санкция там предусматривает для юридических лиц до миллиона? Ну вы знаете, там, это вы называете максимальную санкцию. В данной ситуации от 300 тысяч. И, наверное, компания получит то, что мы можем применить минимальный штраф, поскольку это первое нарушение у компании. И я хочу отметить, что в ходе рассмотрения дела по нарушению антимонопольного законодательства Борисоглебская электросеть нам объяснила свою позицию тем, что они хотели получить полную и достоверную информацию, какие энергопринимающие устройства есть у абонента, для того, чтобы отпускать ему электроэнергию. И вот в ходе этого дела мы как раз и выдали им предписание не вводить незаконные ограничения, которые не предусмотрены нормативно-правовыми актами. А там было как раз отключение электроэнергию. Вот за это и предусмотрена санкция за такое нарушение антимонопольного законодательства. Владимир Васильевич, есть еще какие-то дела, которые сегодня рассматривает антимонопольная служба? Дела у нас есть всегда, они будут. Я уже сказал, что до 10 дел иногда и больше мы по госзакупкам рассматриваем. У нас в работе дела по нарушению антимонопольного законодательства ресурсоснабжающими организациями. Регулярно поступают жалобы и возбуждаем дела по собственной инициативе по нарушению рекламного законодательства. Мы тесно взаимодействуем с общественными организациями, с торгово-промышленной палатой, с государственными структурами по пресечению добросовестной конкуренции. Дела у нас есть, дела интересные. И я надеюсь, что эффект от этих дел будет положительный. Спасибо. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok